Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. И я сегодня буду делиться своим экспертным мнением относительно приготовления такого ценнейшего удобрения для садоводов-огородников, тем более, что оно достается нам на халяву, как жидкий компост, травяная бродиловка, зеленое удобрение, вонючка, назовите его как угодно. Я сегодня буду продолжать отвечать на вопросы, которые чаще всего возникают в роликах про это удобрение. Итак, следующий вопрос. Я в травяную бродиловку добавил изобродившее варенье, и мне также кажется, что запах пропал. Прокисшее варенье следует или не следует добавлять? Я вам скажу так. С вареньем вы добавляете значительное количество сахара, сахарозы. Сахароза вызывает развитие таких бактерий, как палочка Плантарум. Она же является основой для такого препарата, как Байкал. Когда мы добавляем препарат Байкал, мы стимулируем развитие вот этой самой палочки молочнокислой. Эта же самая молочнокислая палочка заводится в квашеных овощах, в кашеной капусте, в квашеных огурцах и так далее. Но бродиловка травяная – это не сила, с которой должен сохранить траву в максимально неизменном виде для кормления животных. Травяная бродиловка должна сгнить для того, чтобы минерализовались вещества и потом вернулись в виде удобрений в растения. Поэтому, если вы перенаправляете биохимические процессы в бродиловке в сторону развития палочки Плантарум и увеличение концентрации молочной кислоты, то в этом случае, да, запаха может особо не будет, однако же есть все шансы для того, чтобы получить менее ценное удобрение. Это будет баланс между ценностью удобрения и более приятным запахом. В принципе, вреда не будет большого, но ценность удобрения от добавления варенья понизится. Но вот если вы добавляете препараты Гулливер или препараты Азотовид и одновременно добавляете варенье, то здесь эти препараты подхватят эти сахара, подхватят все компоненты этого варенья, возьмут в этой бродиловке вверх и превратят вашу бродиловку в самое лучшее средство для защиты, для удобрения, для стимуляции растений. Поэтому в любых случаях старайтесь добавлять удобрения вместе с этими препаратами. Благо, наращиваются они в чистой культуре, в домашних условиях очень хорошо. В количестве 1 к 100 на бочку будет просто прекрасно. Можно ли добавлять щавель в травяную бродиловку вместо лимонной кислоты или вместо уксуса? Да, я действительно рекомендовал добавлять лимонную кислоту, добавлять уксус, добавлять молочную сыворотку, потому что они все изначально содержат в себе органические кислоты. Уксус является предпочтительным, как лимонная кислота. Можно ли делать на основе щавеля, щавеля бродиловку? Это будет просто прекрасно. Если вы наберете такие объемы щавля, то это будет просто прекрасная бродиловка, потому что не стоит забывать, что щавелевая кислота, аксалаты, очень хорошо стимулируют рост и развитие корневой системы растений, продлевают сроки плодоношения огурца. Да, у нас об этом был целый ролик. Кроме того, если это щавели кислые, ну, имейте в виду, не все щавели кислые, а вот надо, чтобы они были кислые, то они в полной мере определят развитие вашей бродиловки в ту сторону, в которую нужно. Да, можно тогда не добавлять ни лимонную кислоту, ни уксус. Сколько положить этого щавля? Ну, в идеале, если это будет не менее половины объема щавли, но если вы даже сделаете четверть, это уже значительно повысит ценность вашей бродиловки. А можно ли непосредственно перед использованием смешивать золу и бродиловку? Нет, нельзя, потому что непосредственно перед использованием вы смешаете, и вы можете почувствовать даже запах аммиака, потому что азот ваш увеличится. Разведите в сторону бродиловку и золу, нельзя их использовать совместно. Подскажите, пожалуйста, зеленую массу можно готовить в железной бочке? Да, можно готовить в железной бочке. То, что там ржавчина туда попадет, это совершенно ничего страшного. И бактериям достанется, и растениям потом достанется. Не беда. Главное, чтобы ваша железная бочка не была какой-то нержавейкой, или алюминием, или еще чем-то, не содержала в себе тяжелые металлы, там, ну, не знаю, никель, хром, что-то еще, что может подрастворяться вот этой агрессивной средой этой бродиловки, и, соответственно, попадет потом в пищу. А если это обыкновенное железо ржавое, которое рыжее, ржавеет, ничего страшного можно. Можно ли добавить в бродиловку гумат и дрожжи, и вообще микроэлементы? Ну, микроэлементы можно добавить, дрожжи тоже можно добавить. Они обогатят белком различными веществами, простимулируют и ускорят развитие этой самой бродиловки. Что касается гуматов, то в этом нет никакого смысла, потому что сама зеленая бродиловка является источником впоследствии гуминовых веществ. Будет масло масляное. Можно ли в бродиловку добавить шкурки цитрусовых и сухие веточки от елки? Добавить вообще можно все, что угодно, любые растительные материалы, и даже пораженные болезнями. Потому что, честно вам скажу, что бы я ни клал в эти бродиловки, как бы я ни выбраживал, какие там и кладоспариоз выбраживал, и фитофтороз выбраживал, и мучнистую росу выбраживал, и первое, все выбраживал, никаких, никаких не остается там совершенно этих патогенов, даже следов. Потом высеваю на чашки Петри, на благоприятные среды, создаю благоприятную среду для развития этих фитопатогенных организмов, ничего не высевается, ничего там не остается. Поэтому добавлять можно все. Что касается цитрусовых, я понимаю, что так, что многие добавляют корочки цитрусовых с тем, чтобы уменьшить вредный запах. Да, я сам сталкивался с тем, что добавление корочи, грейпфрута, там, лимона, особенно грейпфрута, даже сухих, существенно помогает улучшить запах этой самой бродиловки. Но вы должны помнить, что одновременно снижается и ценность с точки зрения стимуляции роста растений. У нас там остается практически только функция удобрения, но это не главная функция зеленой бродиловки. На самом деле концентрация элементов питания самой бродиловки не так уж и велика, зато гармонизирована. Можно бродиловку... Спасибо. В прошлом году готовила бродиловку, всыпала с корки сушеных бананов, заметила, что через пару дней резкий запах порядка метров от бочки, а сама бродиловка стала пахнуть помягче. Я думаю, что это та же самая история, что с добавлением сахаров. Мы стимулируем развитие палочки Плантарум, увеличиваем кислотность, консервируем. Вместо гниения получаем консервирование, потому что та же палочка Плантарум, которая содержится в Байкале, она же содержится в окружающей среде. Слушайте, ну никто из нас в квашеную капусту палочку Плантарум не добавляет, и никаких проблем. Она там и так есть, поэтому смысла в этом большого нет. Скажите, надо ли ежедневно перемешивать? Конечно, было бы хорошо ежедневно перемешивать для того, чтобы обогащать кислородом эту бродиловку и снижать уровень развития как метаногенных бактерий, так и бактерий, которые вызывают масляно-кислое брожение, чтобы она не так резко воняла. Если у вас есть такая возможность, периодически перемешивать, перемешивайте. Это повысит уровень минерализации и качество вашей бродиловки. А уксус, который мы добавляем в бродиловку, не будет подкислять почву, запомните раз и навсегда, что ни уксус, ни уксусная кислота, ни лимонная кислота, ни молочная сыворотка, молочная кислота никогда не будет подкислять почву. В том случае, если вы только не льете туда какие-то колоссальнейшие дозы, и просто, ну скажу такое умное слово, буферная емкость почвы не способна справиться с этой дикой кислотностью, а микроорганизмы, которые живут в почве, не способны съесть эти кислоты достаточно быстро. Во всех остальных случаях никакого подкисления, значительного подкисления не будет. У нас почвы подкисляются не кислотами, ну естественное подкисление, а чаще всего солями алюминия. Если уж вы хотите подкислить почву, то пользуйтесь минеральными кислотами серной и фосфорной. В 200-литровую бочку бродиловки добавляю в конце брожения на 100-100 грамм сухих дрожжей. Полезно ли это? Ну на 200-100 грамм сухих дрожжей, это не холодно, не жарко, это как комару, этому слону дробина. Но вреда от этого никакого нет, потому что сами по себе дрожжи содержат колоссальное количество полезных биологически активных веществ. Но они в 200-литрах так растворятся в сумме всех остальных биологически активных веществ, что попросту не окажут никакого существенного влияния. Поэтому хотите добавляйте, не хотите нет. Добавляю в зелёнку, ну видите, кто-то зелёнкой называет это удобрение, большую лопату навоза, лопату земли. Прелесть они удобрения для всего, что растёт в огороде. Рекомендую. В принципе, я с вами согласен, потому что вот эти субстраты, в том числе, ну мне земля даже больше нравится, ну и навоз тоже очень хорошо, они содержат в своём составе значительное количество полезных микроорганизмов, которые будут стимулировать в нужном направлении ход процессов, будут, ну собственно, ускорять созревание этой бродиловки. И хотя в навозе содержится значительное количество метаногенных бактерий, если не просрочить со сроками использования этой бродиловки, то, безусловно, получается очень-очень хорошее удобрение. В бочку клал в основном крапиву, полыню, дуванчик. Вверх закупорил плёнкой, через неделю открыл запах угречного рассола, чуть-чуть пованивает. Это у меня силос образовался. Ну да, у вас образовался силос. У вас почему-то палочка плантарум там взяла вверх и закислила, засилосовала. Ну, это не значит, что вам его надо выкинуть и не использовать в огороде. Безусловно, вы можете использовать его в огороде. Безусловно. Но смотря чего мы хотим от этой бродиловки. Я хочу, чтобы она умеренно подванивала и хорошо, благотворно влияла на растения. Влейте флакон валерьянки и запаха не будет. Вот этот метод работает не всегда. Вот у меня тоже, я иногда вливал флакон валерьянки на, ну, правда, на 50 литров, не на 200. Пупсик этой валерьянки 50 мл, по-моему, спиртового раствора. Я пока не могу сказать, почему так происходит, почему масляно-кислое брожение там прекращается. Я иногда даже думаю, что это, ну, какая-то статистическая вероятность. Не потому что валерьянка, но она не каждый раз помогает. У меня, по крайней мере, не каждый раз. Ждать оседания травы на дно или нет? Как определить готовность бродиловки? Готовность бродиловки определяйте по умеренному газообразованию. Примерно через 5-7 дней после начала процесса бродиловка готова. Нет, как раз оседания ждать не надо. Когда трава уже осела, это означает, что часть азота уже улетучилась, и там прошел процесс образования метана. А нам надо, чтобы она бурлила преимущественно углекислым газом. Поэтому вот так активно бурлящая бродиловка, когда уже размацирировали стебель, вот хорошо понять, что бродиловка готова, если, ну, понятно, что там будут стебли такие, ну, как у сныти, как у крапивы, вот такого плана стебли. Вот когда этот стебель уже стал светло-салатовым, когда уже появились волокна внутри, когда вот эти мягкие ткани уже, то, что называется, словом, размацирировались, то есть размягчились и разлезлись, и все там еще бурлит и на поверхности, вот это самые лучшие сроки готовности этой самой бродиловки. Спрашивают меня, как же так? Ранее вы сами говорили, что надо добавлять молочную сыворотку и суперфосфат, а теперь уже не надо, но это был вопрос на мой ролик про то, что не надо добавлять молочнокислые бактерии, которые входят в состав препарата Байкал-М1, палочку-плантарум. Но, люди, дорогие, сыворотка в своем составе содержит молочную кислоту и играет совершенно другую роль, нежели чем молочнокислые бактерии. Потом, молочнокислые бактерии, которые содержатся в молочной сыворотке, это лактокок и лактис, это стриптокок термофильный, это совершенно другие бактерии, чем те, которые содержатся в препарате Байкал-М1. Ну, не надо услышать, молочнокислые бактерии с препарата М1 не надо добавлять. Ох, как же так? Вы же говорили, что сыворотку надо добавлять, там же тоже молочнокислые бактерии. Ну, слушайте, это небо и земля, это совершенно две разные планеты, вообще про разные абсолютно шла речь. Байкал-Лактобацилус-Плантарум, совершенно разные вещи вообще, ничего общего. Вот, я нигде не говорил, что не надо сыворотку добавлять, я сказал, что не надо добавлять Байкал и не надо добавлять Золу, а про сыворотку вообще там речи не было. Надо слушать, понимаете, слушать и слышать. А триходерму добавлять в бродиловку можно? Можно. И она очень хорошо приживается на поверхности. Вот вы можете увидеть, что у меня в одной из экспериментальных банок эта самая триходерма менее чем за неделю заросла вот всю поверхность этой бродиловки. Более того, запах этой бродиловки стал гораздо благоприятней. Триходерма зеленая придала легкий грибной запах, оттенки грибного запаха этой самой бродиловки, поэтому добавлять вполне можно. Можно ли готовить травяные настои каждый раз и поливать ими компостную кучу? Будет ли процесс переработки идти немного быстрее? Или это дурная трата времени? В травяной бродиловкой вы вносите большое количество роста стимулирующих веществ, в том числе роста стимулирующих веществ для микроорганизмов. За это мы ее любим. Мы почву кормим. Поэтому, безусловно, если вы будете проливать, проливать, проливать компостную кучу, то ценность вашего компоста увеличится во много раз. Поэтому, без проблем, можете проливать хоть до самой зимы этой травяной бродиловкой этот самый компост. У меня стоит бродиловка 4 дня, покрылась белой пленкой, не пахнет, испортилась или еще не созрела. Много раз делала, стоит 10 дней, запаха нет, сверху белая пленка. Что я делаю не так? Белая пленка – это плесень. Вы можете посмотреть, что у меня, в моих экспериментальных банках, тоже появилась белая плесень. Но, в принципе, это нормальный процесс. Потому что, если вы не закисляете эту бродиловку, то там создаются предпосылки для того, чтобы образовалась вот эта самая плесень. Сама по себе плесень эта, хотя там даже фузариум может развиваться, я вынимал фузариума оттуда, она не является опасной. Она является естественным компонентом почвы, растений. То есть, никакой опасности не несет. Но возьмите, перемешайте как следует эту плесень, загоните ее на дно и продолжите это самое брожение. Но если ваша бродиловка не пахнет, значит, я не знаю, что-то вы туда или добавляете, но процесс идет не так. Она должна пахнуть. Она должна пахнуть, потому что в том числе там больше пахнуть, меньше пахнуть. Но этим определяется ее ценность. Когда мы сделаем бактерии, которые будут сохранять высокую, высочайшую ценность этой бродиловки, может, мы до янтарной кислоты добродим, а не до масляной, может, мы до яблочной кислоты добродим, может, мы еще до какой-то кислоты добродим. Вот. И мы тогда, конечно, расскажем вам об этих всех наших ноу-хау и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день она хоть чуть-чуть, эта бродиловка, но должна пахнуть. И последний вопрос, на который я отвечу сегодня. Можно ли добавлять в бродиловку домашний уксус и вот чайный гриб, вот уксусную матку, продукт, который получился из уксусной матки. Да, добавлять можно. В принципе, шансы, что там она начнет работать и действовать, преобразовывать там сложные спирты, там вещества какие-то, в этом биохимическом микробиологическом котле в полезные вещества, шанс такой есть. Конечно, она там не возьмет вверх эти бактерии неженки, но добавлять, безусловно, можно. Тем более вот этот кислый компонент, который мы сразу туда добавляем, направляет брожение в нужную сторону, но в то же время не дает значительному развить, сильно развиться палочки плантарум и позволяет хорошо сгнить, нейрализоваться этой массе и гармонизировать процессы в самой бродиловке. Поэтому это тоже хороший способ. И еще один повод для того, чтобы там гнилые яблоки перерабатывать в этот самый уксус, который потом, в общем-то, добавлять в эту бродиловку. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Может, получилось немножко долго, может, где-то что-то я излишнее объяснял, но мне хочется, чтобы вы поняли принципы этой бродиловки и готовили ее самым наилучшим способом, чтобы она вам приносила только положительные эмоции, даже если она воняет. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Задавайте свои вопросы. Я поищу новые вопросы. И обязательно постараюсь на них ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова